Другим темам. Сегодня в честь 85-летия завода имени Чкалова в Дзержинском районе Новосибирска открыли сквер. Центральная композиция стелла с моделью самолета Су-34, который изготавливают на предприятии. На открытии собрались ветераны отрасли и жители ближайших домов. Подробности далее. Римма Михайловна проработала на заводе имени Чкалова больше 20 лет. Красила самолеты. Сейчас на пенсии, но за новостями завода следит постоянно. Открытие сквера и для нее события. На церемонию привела двухлетнего внука. Я ему и так сказала, вот самолетик, баба красила самолеты у тебя. Вот мы пойдем на праздник. Он с удовольствием пошел. На пике четырехметровой стеллы макет Су-34 гордости завода. То, что нужно было сделать там несколько десятков лет назад, сделано в конце концов буквально в течение нескольких месяцев. Вот. Ну, лично я на самом деле благодарен властям, что так получилось. И нашими совместными усилиями мы, в принципе, сделали вот это для жителей района. Завод начали возводить в далеком 1931 году. Сначала здесь занимались горным оборудованием, а спустя пять лет перешли к самолетостроению. Больше 15 тысяч истребителей сошло с конвейера в годы Великой Отечественной войны. И сейчас завод имени Чкалова не теряет лидирующих позиций. Можно купить отличные станки, можно сделать везде большие технологии, но без людей этого ничего не сделаешь. И мы постарались в малом деле, в небольшом скверике, сделать так, чтобы людям было приятно приходить на завод и уходить. Если они будут приходить с хорошим настроением, то они будут хорошо выполнять свою работу. Переменам в облике района рады не только работники завода, но и жители ближайших домов. Трубы тут были, я помню. И просто лужи, и трава. Здесь красивые газоны, красивый самолет. Теперь из окон нашего общежития, в котором я проживаю, такой прекрасный вид. Этот самолет будет напоминать о тех днях, в которых я работала, о том, что завод есть и будет. Уже завтра, в 85-ю годовщину, завод имени Чкалова выпустит 100-й по счету истребитель Су-34. А на этой доске можно оставить свои пожелания заводу. Мы тоже пожелаем его работникам удачи и процветания. Алия Арзаева, Вадим Антипов, Новости ОТС. Алия Арзаева, Вадим Антипов, Новости ОТС.